Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Скорее всего, вы столкнулись с данной ошибкой при запуске какого-нибудь приложения или недавно скачанной игры, но не волнуйтесь, в этом видео мы разберем причины ее возникновения и рассмотрим все известные способы исправления. Ошибки данного типа свидетельствуют о проблемах программного обеспечения. В основном это связано с повреждением файлов запускаемых приложений или файлами библиотек, а также возможными ограничениями. Эти файлы берут прямое участие в исполнении алгоритма запуска, но бывают и другие, не связанные напрямую причин. Причин возникновения существует несколько. Это могут быть неполадки в совместимости, ограниченный доступ к запуску, повреждение файлов программы или игры при установке, установка была прервана, ограничение антивируса на запуск приложения, повреждение файловых библиотек, повреждение файлов драйверов и т.д. Теперь давайте разберем методы решения проблемы запуска приложений в зависимости от причин. Первый метод проблемы с совместимостью. Проблемы совместимости приложения вызваны конфликтом между операционной системой пользователя и запускаемым приложением. Когда программа или игра создана для одной операционной системы, а устанавливается на другую. Например игра предназначена для Windows XP или 7, но установка и запуск производится на Windows 10. Тогда идет речь о причине, связанной с неполадками совместимости. Исправить проблему легко, нужно лишь класнуть правой кнопкой мыши на исполняемом файле .exe свойства. Откройте вкладку совместимость и установите отметку рядом с надписью запуск в режиме совместимости. Затем выберите из списка нужный вариант. Если этот не помог, то стоит попробовать и другие. Следующее, что может вызвать такую ошибку, это ограниченный доступ и необходимость полномочия администратора для запуска приложения. Попробуйте запустить приложение от имени администратора. Для этого кликните правой кнопкой мыши на исполнительном файле и здесь выберите «Запуск от имени администратора». Следующее, что может вызвать ошибку, это повреждение архивов библиотек, необходимых для исполнения алгоритма запуска. В данном случае это неисправности, конфликты, отсутствие файлов Visual C++, DirectX и NetFramework. Эти библиотеки служат средством запуска большинства приложений, поэтому вероятность, что ошибка вызвана проблемой внутри них почти стопроцентна. А для решения нужно лишь установить отсутствующие библиотеки или обновить, если уже такие имеются. Для достаточно большого количества различных приложений и игр требуются установленные в системе NetFramework. Без него некоторые программы не запустятся и напишут, что этот компонент отсутствует в системе, а некоторые игры могут просто выдать эту ошибку. Чтобы установить данный компонент нам ничего не нужно скачивать. Там же где находится установка и удаление программ есть пункт компоненты Windows. Просто здесь ставим галочку и ждем пока NetFramework скачается и установится на компьютер. После его инсталляции рекомендую выполнить перезагрузку систем. Также хочу отметить один важный момент, что нужно устанавливать не самую последнюю версию библиотек, а все имеющиеся. Например библиотека Visual C++ должна быть установлена от 2005 версии до 2015. Более подробнее вы сможете прочесть на странице за библиотекой. Также обратите внимание, что библиотеки могут уже быть установленными, но работают неправильно из-за отсутствующих или поврежденных файлов. В таком случае нужно сперва удалить все версии через программы и компоненты, а затем установить все снова. Следующий метод поможет вам исправить ошибку если она возникла в приложении TeamSpeak. Это рекомендация от производителя. В таком случае нужно попробовать установить другую версию приложения. К примеру не 64, а 32 разрядную. Скачайте и установите другую версию приложения. Еще данная ошибка возникает, если была прервана установка. Если вы не уверены, что установка приложения прошла успешно, удалите его и запустите процесс установки заново. Если это не помогло, найдите и скачайте установочный файл с другого источника, так как возможно то, что у вас имеется, содержит ошибки и как следствие вы видите ошибку при запуске. Следующей причиной выступает антивирус. Нередко они принимают обход взломщиками ограничений производителя на использование приложений, как вирус. Если вы используете пиратскую копию приложения, ошибки могут возникать даже предупреждения о вирусной атаке. В таком случае отключите антивирус на время установки игры. Или же используйте только лицензионный софт. Плюс ко всему антивирусы работают по неизвестным алгоритмам и могут препятствовать запуску пиратских копий программ. Еще одной причиной такой ошибки может быть повреждение файлов драйвера. Особое внимание нужно уделить драйверу видеокарты. Если простое обновление не помогло, попробуйте удалить драйвер и установить его заново. Для этого нужно предварительно скачать драйвера в зависимости от производителя и модели видеокарты. У нас на канале есть хорошее видео о том, как это сделать. Ошибка с данным кодом может возникать из-за проблем с системными файлами. В таком случае рекомендуется проверить систему при помощи встроенной утилиты CFC. Запустите командную строку от имени администратора. Для этого в строке поиска введите cmd. Затем кликните правой кнопкой мыши по найденному приложению и выберите запуск от имени администратора. Введите CFC Scan Now и нажмите Enter. Утилита автоматически просканирует системные файлы и исправить обнаруженные ошибки. Обратите внимание, что на это потребуется какое-то время. Если ничего соговоренного ранее вам не помогло, бывает что нужно перед установкой компонентов удалить некоторые файлы вручную. Откройте папку sysvav64, которая размещена по такому пути. Здесь найдите этот файл и удалите его. Так как этот файл задействован, то скорее всего удаление не удастся. Нужно будет загрузиться в безопасном режиме или с помощью загрузочного диска. После удаления первого файла ищем следующий и тоже удаляем. Затем нужно будет переустановить Microsoft Visual в C++ в зависимости от версии системы 32 или 64-битной версии. Все ссылки на данные файлы вы найдете в описании. Затем в той же папке ищем следующие два файла и тоже удаляем. Если их нет, тогда ничего не делаем. Далее перейдите по следующей ссылке и скачайте этот пакет, тоже соответствующий разрядности операционной системы. Устанавливаем и перезагружаем ПК. Затем открываем ту же папку и ищем здесь следующий файл, удаляем и переходим по ссылке для скачивания обновления DirectX. Устанавливаем и перезагружаем систему. Проверяем запустится ли игра. Если нет, то ищем здесь такой файл. Тоже удаляем, скачиваем обновление директорий и устанавливаем. Если эта операция не помогла, переходим по тому же пути и ищем этот файл. И вот этот. Если таких файлов нет, то просто переходим по следующей ссылке и устанавливаем данный пакет. Опять же в соответствии с разрядностью системы. После этого перезагружаем ПК и проверяем игру на запуск. А на этом все. Надеюсь данное видео помогло вам решить данную ошибку. Если вам понравилось данное видео не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Если у вас возникли вопросы задавайте их в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.